С вами Формула Люды и Татьяна Пожарицкая. Здравствуйте! Темами наших программ будут вопросы, связанные со взаимоотношениями в семье, то, как эти отношения влияют на нашу жизнь и как создать и сохранять всегда райский климат в семье. А сегодня мы поговорим о том, как остаться в живых после выбора спутника или спутницы жизни. И гости нашей студии встречайте! Галина Антипенкова, Александр Антипенков, Наталья Павлова, Экспертами нашей программы сегодня будут педагог, психолог, старший преподаватель Христианского гуманитарного института, Коваленко Анна Константинна, мать троих детей и четверых внуков бабушка. И следующий наш эксперт Светлана Столярова, представитель агентства «Орхидея». Агентство коммуникативных технологий и построения взаимоотношений между мужчинами и женщинами. И первый вопрос я хотела бы адресовать вам, Наталья. Скажите, пожалуйста, повлиял ли выбор спутника жизни на ход вашей жизни? Да, повлиял безусловно, потому что первый выбор был необдуманный и чуть не сломал всю мою дальнейшую жизнь. То есть это была поспешность? Да, это было поспешное замужество, чтобы не отстать от подружек. Ну, просто вышла замуж. Сколько вам было лет? Ну, было 19, и казалось, что если я до 20 не выйду замуж, то всё, жизнь прошла. Думали ли вы, что, может быть, вы его как-то поменяете, перевоспитаете под себя или нет? Да, конечно. Я была в этом уверена на 100%. И я тогда не замечала всех его отрицательных сторон, которые мне пытались показать более старшие меня люди. Моя мама и вообще взрослые мои родственники. Они мне говорили, Наташа, это не тот человек, с которым ты можешь связывать всю свою жизнь. Но я считала, что нам стоит только пожениться, и всё потом пойдёт именно так, как я хочу. А он, наверное, думал то же самое. Он думал, что он изменит вас под себя, а вы думали, что вы поменяете его. А я думала, что я была уверена в этом. Потому что, как любая девушка в 19 лет, я была уверена в своей красоте, в своём уме. И то, что я училась в институте, а он не занимался ни в каком высшем учебном заведении, мне казалось, что мне добавляют только баллов, и ему нужно обязательно слушаться меня, потому что я умная, красивая, а он, ну, пусть скажет спасибо, что я его такого подобрала. И вы прожили в браке сколько лет? Ну, три года, можно сказать, после того, как мы поженились. У меня родился ребёнок, и когда было ребёнку два года, мы развелись. И у меня следующий вопрос к нашему эксперту программы Анне Константиновне. Анна Константиновна, скажите, пожалуйста, в 19 лет можно ли создать крепкую семью? И как влияет на дальнейшую психику развод? Можно сказать и да, и можно сказать нет. Но всё зависит от того, как молодые люди подходят к вопросу выбора своего спутника жизни. Конечно же, в первую очередь. К сожалению, и тогда, когда мы были моложе, и сегодня чаще всего в первую очередь обращают внимание, конечно же, на, как вот если представить себе молодого человека или молодую девушку конфеткой, на этикетку. А что внутри, мы узнаём гораздо позже. Спасибо, Анна Константиновна. АПЛОДИСМЕНТЫ Галина, представьтесь, пожалуйста, немного о себе. Меня зовут Галина, фамилия Антипенкова, мне 48 лет. Я мама двоих прекрасных дочерей, бабушка двоих прекрасных внучек. Занималась всю жизнь реабилитацией спинальных больных, то есть восстановлением после травм, после инсультов, после инфарктов. Сейчас, в данное время, занимаюсь серьёзным проектом «Профилактика юридическое население». Это наш проект с мужем. А как так получилось? Какое у вас образование? Что вы получили в своей жизни? Какие-то навыки, способности? Я жила в обычной семье, с необычными устоями. У нас было воспитание, что всё решает папа. Мама полностью была на стороне папы всегда. У нас три девочки. Я любимая была у мамы с папой. И, конечно, была любимым объектом воспитания у сестёр. Поэтому мне досталось. Вы мечтали о счастливом браке, о любимом муже. И вы встретили своего второго супруга после довольно-таки сложных испытаний в своей жизни, которые вы преодолели. Мне поставили страшный диагноз онкология и сказали, что очень-очень мало времени осталось у тебя в жизни. А у меня ещё было… Ну, я ещё не жила. И у нас оставалось несколько месяцев. Несколько месяцев до чего? Жизни. И мне надо было сделать завещание, ну, как бы завещание квартиры, кому дети, кому что, распределение. Я села, подзадумалась и думаю, я ведь ещё даже не жила. А сколько вам лет было? Тридцать шесть. Тридцать шесть лет? Да. И была такая ситуация, что когда метастазирование в кость идёт, тогда уже говорят, что это неоперабельные вещи, что это не подлежит лечению, и просто уже идёт процесс распада, смотрят, как человек угасает. Я тоже смотрела, как я угасала. И я сделала выбор, я уехала вообще в другую страну, и чтобы меня не видели мой распад. То есть всё, что со мной происходит, это было страшно. Был куплен за 200 долларов домик в лесу. Было принято решение, что это будет мой склеп, то есть что я там тихонечко угасну. И, ну, может быть, когда-то что-нибудь там останки найдут. Ну, мною было принято такое решение. И это всё последствия того, я спохватилась, когда уже было поздно. То есть мне начало переосмысление идти моей личной жизни, что её-то и не было личной жизни. Просто не было. Огорчалась, переживала, огорчалась, переживала. Я жила для людей, а что скажут, а что подумают, а что обо мне сейчас говорят. Надо это не носить, надо вот так не говорить, надо вот здесь не собираться. Потому что, а вдруг соседи, а соседи заявят, а соседи пожалуются. Ну, вот как бы вот в таком состоянии проходила моя жизнь, не для себя. И как вывод потом, конечно же, онкология, потому что сплошные обиды. Вы одна тогда были в лесу, и как? Как вас нашли? Вы, вы, что произошло? Ну, был случай такой интересный. Снег, много снега дует, пуща Беловежская. 9 километров от жилья, это называется у Беларуси хуторская система. Это разбросанные одиночные домишки. Там жил когда-то пчеловод. Вот я там жила, в этом домике полуразрушенном. Единственное, что там работала печка, закрывались двери и закрывались окна. Так случилось, что был очень сильный снегопад. И, конечно же, не выйти мне было уже, замело. Нашелся выход, опять же, было посещение. Я думала, что я уже умерла, и услышала какое-то присутствие, что кроме меня в комнате есть еще кто-то. Я думала, что сейчас придет какой-то ангел, заберет меня. Но, конечно же, я рассчитывала в рай. Я понимала, что 2,5 часа еще мозг работает после смерти. Видимо, это еще работает мозг. И вот там я еще рассуждала. Это не заканчивалось, присутствие не заканчивалось. Я спросила, кто это. Был четкий мужской голос, который сказал, ты не умрешь, ты нужна людям, тебя найдут люди. Меня нашли люди буквально через несколько, наверное, 20-30 минут прошло, у меня часов не было. Я разожгла огонь в печке, нашла спички. Как-то все начало происходить волшебным образом. Я сейчас не хочу на детали останавливаться. Но, тем не менее, в моем домике появились люди. Мы подружились с ними. Через некоторое время меня отвезли в Сновский госпиталь. И у меня жизнь началась вообще с чистого листа. То есть я ходила по лесу, я плакала, кричала, и я пела песни «Благо лес». Никто не слышит, да. Рядом было озеро. То есть я все вспомнила про реабилитацию. Что нужна вода, нужно дыхание, нужно движение, нужно питание. Питалось то, что есть природное в лесу. Конечно же, к бабушке Гале приезжали поправить спину. У меня тогда был такой внешний вид. И этим самым я зарабатывала что-то на пропитание себе. Кто-то яйца, кто-то молоко. Вот таким образом жизнь моя начала налаживаться. Я начала больше ходить. Мне начало хотеться к людям. Пошло восстановление. И надо было продолжать восстановление. Поэтому было принято решение вернуться к людям. Потрясающе. Здорово. Вы вернулись, и вы начали учиться жить настоящим временем. Не обидами прошлого, не каким-то несостоявшимся, может быть, будущим. Иногда наши ожидания, они не оправдывают. Правда же? Иногда отношение нашего спутника жизни может быть не таким, как мы ожидаем его получить. Из-за этого мы разочароваемся, из-за этого мы огорчаемся. Галина, она решила не жить какими-то ожиданиями будущего. Она решила не жить воспоминаниями прошлого. Она решила жить настоящим. И она сделала свой выбор — жить в настоящем. Строите отношения сегодня, сейчас. И мне бы хотелось узнать, как вы встретились с Александром? С Александром мы встретились. Моя подруга иммунолог Татьяна Судейкина отправила ко мне пациента с ужасной болью в спине в конце моего рабочего дня. Я только просила об одном, чтобы он был маленький, потому что я очень устала. И приходит мужчина, идёт по тропинке, заблукал между корпусами, между родильным отделением и педиатрией. Я вышла его встретить. Смотрю, идёт, два метра ростом, 150 килограмм весом. И думаю, я же просила маленького в конце дня. А внутри меня звучит голос. Это идёт твой муж. Я сказала, нет, нет, никогда на свете. Я столько лет живу одна. Я уже воспитала дочерей. Я не хочу никакого замужа. Но случилось по-другому. А сколько вам было лет тогда, простите? 38. И вы не планировали больше замужества? Конечно, нет. Зачем? У меня же всё хорошо, всё сложилось, всё здорово. Я преодолела серьёзные проблемы в жизни. Я прошла серьёзные заболевания. Я думала, что я живу с Богом. Я ходила в православную церковь, ставила свечки всем за здравие, и друзьям, и недругам. И думала, что всё у меня хорошо. Не нарушала законов. Была законопослушным гражданином, гражданкой. Была любимой мамой, как мне говорили мои дочери. Я им верила и верю. Всё было хорошо. Очень было много друзей, очень было много подруг. Жизнь была заполнена. Ежедневник был расписан на два года вперёд. Занятость полная. Я думала, что это моя личная жизнь и есть. А вы планировали жениться, когда увидели Галину? Точно нет. Не было таких мыслей даже. Но как-то так вот получилось. Потому что, ну, прямо скажем, у меня брак с Галиной не первый, да? И вот я, когда уверовал Господу, ну, взмолился, говорю, Господь, вроде я неплохой парень. Говорит, ну да. Вот. Ну и женщины меня окружают хорошие. Говорит, ну да. Говорит, а почему не получается? Говорит, ну ты же без меня их искал. Я возмолился, говорю, ну, Господь, ну дай мне от тебя. И когда он сказал, что это Галина, вы знаете, я мог поверить его что угодно, кроме этого, потому что, знаете, вот стихи про «Залютый пламень» между ними с тобой были чуть-чуть ближе, чем мы с ней. Вы знаете, вот как-то, ну, не поверилось вначале. А потом как-то вот всё сложилось. Слава Богу. У вас уже достаточно были взрослые дочери, и как они были за или против вашего второго брака, тем более, если уже был предыдущий горький опыт? Когда мои девочки увидели Сашу, они сказали, «Мама, такие большие люди могут быть только добрыми». Наталья, у вас тоже второй брак. Вы остались живы, вы после первого развода, вы состоялись. Скажите, как у вас произошло, где вы встретились, как познакомились, по каким критериям вы выбирали своего второго мужа? Ну, после развода с первым мужем я немножко пожила просто так. Потом поступила во второй институт, чтобы как-то занять пустоту, которая образовалась в процессе. Я, в отличие от Галины, хотела выйти второй раз замуж, и я считала, что я должна быть замужем, потому что за мужем ты как за каменной стеной. И это то, что должно быть у любой нормальной женщины. Это муж, это семья. Ну, и карьера, наверное, карьера была на последнем месте. И у своей приятельницы я увидела своего будущего мужа. И в нем меня привлекли уже, это было уже почти спустя 10 лет после первого моего брака, поэтому мое мышление изменилось, и я кое-что начала искать другое в мужчинах. Я увидела в нем преданность, я увидела в нем заботу и доброту. У него не было родителей, и он жил с бабушкой. И так как он относился к своей бабушке, и так как он относился к своему дому, я поняла, что такое же ожидает меня в дальнейшем, что он хозяин, что он такой домашний, ну, нормальный, короче. И кроме того, он мне опять же понравился внешне, и я поняла, что с ним у меня будут красивые дети. И я на тот момент хотела дочку, потому что сын у меня уже был, ему уже было 8 лет, и я считала, что девочка с ним получится очень красивая. Ну и вот так вот. И мы с ним пообщались, и спустя год мы встречались, и спустя год мы поженились. Ну, я не могу сказать, что первые 10 лет нашей жизни мы уже живем в браке 20 лет, и нашему сыну 19. Он отличный парень, это не девочка, это парень. И я не могу сказать, что у нас было все складывалось так, как я себе это рисовала в мечтах. Пришли проблемы, пришли проблемы серьезные, мы прожили с ним очень серьезные годы, пришли проблемы с законом у меня и у него, и были проблемы с зависимостью, как у меня, так и у него, алкогольной, и было очень сложно прожить эти первые 10 лет. И к концу 10 лет мы жили практически как брат и сестра, вообще ничего нас не связывало, кроме тех детей, которые были у нас. Я не хочу вдаваться в детали, потому что было очень много всего, и очень трудно сейчас об этом всем говорить. Но вы знаете, когда он... Я уже ждала заявления о разводе на самом деле. И я была готова к тому, что я вот получу по почте заявление о разводе. Я ничего другого не ждала. И когда он пришел и сказал, слушай, ну подними уже глаза, я уже все простил, я все забыл. Это сказал муж? Да. Давай мы будем жить вместе. Вы знаете... Ну на самом деле меня удивил этот поступок. Почему? Потому что, ну... Я не знаю, можно ли было меня простить в тот момент. Поэтому его поступок был для меня таким ободрением, удивлением, и я поняла, что, наверное, что-то еще можно изменить. То есть это было той надеждой, той соломинкой, которую он мне протянул тогда. Из года в год, из месяца в месяц. Боже мой! То есть вы строили, вы работали над тем, чтобы выстроить эти отношения, как по кирпичику. Он увидел, что я, ну личность, что я должна состояться. Он начал мне помогать, и наоборот, меня как-то, ну... Аплодисменты. Я думаю, Наталья, ваш муж, он будет смотреть эту программу. И давайте вот студия, хочется еще больше аплодисментов вашему мужу, который смог простить, который смог вас поставить на тот пьедестал, на который вы действительно заслуживаете. Александр, у меня вопрос к вам. Иногда мужчине проще купить подарок жене, купить новое платье, новые туфли, чем сесть и пообщаться в десятину времени. Это что, получается, 24-2,5 часа. Вот вы пришли, и вы подарили цветы, и вы сели 2,5 часа, вы выслушивали жену. Так или нет? Что проще мужчине? Сделать подарок или 2,5 часа пообщаться с женой? Спасибо за вопрос. И вот как раз, когда я анализировал наши с Галей в последнее время отношения, я понял, что я вдруг, в определенный момент, начал покупать эти отношения. Действительно, проще откупиться, вы знаете. Тем более, что Галя любит подарки, любит, когда внимание к себе. Я думал, ну тебе же внимания уже достаточно, сколько же еще надо, да? И вдруг, вот это было просто прозрением. Оказывается, мы покупаем. Друзья, мне стало страшно. Вот. И я понял, что все-таки отношения надо строить. А все остальное потом приложится. Причем, может быть, не обязательно дорогой подарок. Может быть, это будет просто букет цветов, но он будет настолько уместен, и вряд ли чем-то его можно заменить. Вот это и есть настоящая формула жизни или формула любви. Дорогие зрители, обиды, непрощения, то, что говорила и Галина, они вредят в первую очередь только нам самим. Даже если вы правы, даже если вы страдаете незаслуженно, вас обидели, у вас есть непрощение, в конце концов от этого хуже только вам самим. И избавляйтесь от этого побыстрее. Вытаскивайте эти обиды, вытаскивайте непрощение из себя. И это один из рецептов формулы любви. На нашем жизненном пути попадаются именно те люди, благодаря которым мы становимся только лучше, только сильнее, когда мы делаем ценные и полезные уроки нашей жизни. И с вами была формула любви. Смотрите нас на телеканале Плюс и слушайте на радио 106 и 6 Радио Глаз. Редактор субтитров Корректор А.Егорова